друзья всем привет буквально через три минуты начинаем наш второй как ты там про сербию добро как здесь говорят добро добро бонус гордость полк но я видел бессмертный полк позорница эта сцена да насчет прямо это право право это десну прямо это право а левого право это десну итак меня зовут алексей картинник вы меня могли знать как лек сайте борода и сегодня я буду одним из ведущих мероприятия как ты там сербия а меня зовут виктор шленченко я драйвер сообщества frontspot и не в я клуб юнити и сегодня я буду тоже одним из ведущих сегодня с нами инженер релатировался в сербию думаю подробнее расскажет про себя сам его зовут александр галилов прошу любить и жаловать ну что саш рассказывай как ты там хорошо тепло плюс 30 на улице сегодня почти рабочий день почти закончился и ожидаю на получение наклеечки виды на жительство в понедельник примерно на один год это отличная новость и мы тебя с этим поздравляем как бы спасибо давай перед тем как перейти к основным нашим вопросам ты расскажешь про себя на минутах так 5-10 чем-то занимаешься откуда ты вообще родом и как-то дошел до такой жизни хорошо значит родом я из советского союза узбекской сср город маленький такой город возле ташкента две недели я прожил значит в этой замечательной республике с тех пор живу в российской федерации занимаюсь разработкой программного обеспечения как правильно говорить для разных интересных платформ в настоящий момент работаю в качестве контрактника на проектах связанных с телекоммуникациями то есть проекты телеком обработки трафика данных биллинга мониторинга по протоколам снмп и прочие вот подобные вещи проще говоря занимаюсь разработкой такой приборной панели для современных 5g связистов а в остальное время то есть свободно от безделия время веду маленький youtube канал посвященный науке популяризации знаний о том как работают вещи и воспитывают двух дочек 8 12 лет это круто и получается немножко коллеги что когда-то я тоже вел youtube канал связан с популяризацией науки и организовывал курилку гутенберга минске отлично замечательно не ну тогда я тоже скажу что у меня тоже есть канал популяризатор науки право там интервью выходят раз в примерно 8 месяцев но тем не менее ладно лёша у тебя есть канал мы не знали вот мое замечательное отличие от ваших те в том что я все эти опыты на себе ставлю соответственно там облиться кислотой сжечь что-нибудь это все про меня у тебя есть видос как облиться кислотой как не облиться но там я почти не облился это эти мнения с нами что радует значит знания недаром прошли ссылочку на канал саш мы оставим в описании обязательно присоединяйтесь лично я про тебя узнал как про айтишного ютубера изначально потому что у тебя там есть видосы по айтишке по программированию это случайность это случайность отлично еще больше уважения потому что науки должно быть больше мне кажется главное не превращать науку в такой вот идол или в замену религии ну ты сам напросился ну-ка раскрой пожалуйста подробнее очень просто чем меньше мы о чем-то знаем тем больше склонны скажем так превозносить это допустим люди не знающие в деталях там какую-то религию склонны считать что вот там есть ответы на все вопросы что конечно же не так люди которые не знают о науке то есть не не являя не то чтобы не являются учеными они знают скажем какие-то базовые основы науки склонны считать что ученые могут все на свете решить все проблемы в силе вылечить все болезни и так далее то есть превозносит более чем она довозит только чем больше ответов тем больше вопросов естественно знаем границы нашего незнания увеличивается вместе с расширением площади нашего знания знаменитый этот кружок да то что внутри кружка там то что мы знаем то что вокруг то что мы не знаем хорошо будем двигаться дальше по нашему по нашему формату конечно и тогда возможно перейдем к теме перелокации у меня тогда сразу сходу вопрос ты родом из узбекистана а почему переехал в сербию на узбекистан здесь ни при чем я же там всего пару недель прожил с тех пор так ради я понял перед этим чисто случайно я переехал вместе с родителями в россию они меня не спрашивали хочу ли я этого потому что я не смог бы ответить а потом значит в россии но даже не только в россии начались известные события и возникли санкции возникли разные другие вещи и совершенно закономерно что я догадался до того что неплохо бы все-таки поменять локацию и собственно и поменял в чем немало посодействовал основной мой контрагент который скажем так решение части вопросов точнее помощь в решении этих вопросов взял на себя но на месте в любом случае пришлось раза разбираться уже самостоятельно в деталях как давно ты переехал в сербию на 2 2 апреля то есть у нас чуть больше двух месяцев получается он получается так да слушай ну ты еще нормально так осознал всю необходимость того что нужно делать в смысле в довольно короткие сроки за что тебе отдельный респект это можно назвать паникой ну смысле до оперативный отъезд и осознавание потому что когда я чего-то не знаю меня это очень сильно напрягает как так я чего-то не знаю есть нерешенный вопрос спать не могу кушать не могу худею но это один из способов самосохранения так что это вполне себе я нажала в 2 но при этом несмотря на панику ты переехал достаточно непопулярный город в сербии в город ниш то есть все-таки выбирал как-то более осознанно ну между прочим это третий по популярности величине город а их всего не три там ой в общем наверное их чуть больше и всего 3 да вот и здесь есть масса положительных моментов ну начиная со стоимости аренды жилья которая до сих пор не сильно выросла то есть можно найти приличную квартиру если поискать и потратить время где-то от 250 евро если через риэлторы просто на сайте то вот такая как у меня с одной спальни 350 евро нет даже не знаю но пожалуй что это дешевле чем в санкт-петербурге например потому что монолитный каркасный дом качественное новое жилье не биты не крашены никто не жил дам до меня но важное уточнение одна спальня это ведь по-нашему две комнаты правильно здесь гостиная с кухней совмещенный с и от отдельно комната спальня как раз все таки мы знаете меня и все-таки возвращаясь к оригинальной формулировки вопроса почему же все таки ниш не белград который все едут не 2 рад полярности до белград белгород уже не едут туда не я сказал белград а не белгород попрошу ну в общем в белграде я тоже был несколько раз проездом во первых дороже хотя была такая возможность во вторых в городе ниш проще было организовать рабочие помещения офис как ни странно потому что дешевле опять же аренды прочие моменты и в третьих сейчас опять мы возвращаемся в кого первых основной поток релокации идет именно в белград и новый сад по моим данным полученным из местных источников за то до 1 июня скажем так официально в сербию приехал около 40 тысяч русскоговорящих айтишников и наверное процентов там 80 из них как раз выбрали белград и новый сад то неизбежно скажется если не немедленно на ценах на аренду и прочие разные услуги там социальной и прочие с объекты инфраструктуры то очень скоро это повлияет но высота тот самый второй город новый сад это второй город да он если я не ошибаюсь чуть северо-западнее белграда а ниш это третий город который на там 200 примерно 237 километров юго-восточнее а по количеству населения в нише это сколько около 170-200 тысяч человек так он совсем не то чтобы большой примерно как гомель беларуси не сейчас уже делающий на бобо 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 борисов о бобруйск ну может быть кстати в бобруйск ты хорош хорош я же всех отправляют туда на экскурсию ясно город ниш 170 тысяч населения примерно до переезжаешь исключительно из-за того что там небольшие цены и он еще все еще не популярный либо бы лишь он тихий он спокойный здесь нету никаких шумных мероприятий слишком часто кроме дня города один раз в год в общем наверное меньше соотечественников хотя это и плюс и минус смотря как посмотреть люди достаточно благожелательно относятся поскольку мы еще не примелькались ну раз уж люди благожелательно относятся то давай ты нам тогда расскажешь сразу же не про это хорошо давай мы пойдем давай мы пойдем с самого-самого начала про отношение людей в местах к приезжим мы еще поговорим чуть в конце этого блока в самом начале хотелось узнать как ты готовился собственно детально к этому переезду то есть там буквально даже с того почему там это сербия а не турция еще раз пояснить как ты собирался там это одна сумка либо ты сразу ехал с чемоданами планируешь туда семью перевести или планировать весь этот процесс а здесь все очень просто это сербия не турция потому что по я знаю но там два или три слова по сербски наверно уже 10 это первое второе кто как как бы кто не говорил что менталитет от все ерунда его нет на самом деле можно говорить о культурной близости в целом некой такой вот то есть здесь нет ничего что меня бы могло сильно шокировать и с другой стороны своим поведением я здесь тоже никого не могу шокировать если как-то в просто вести себя прилично в моих собственных рамках это очень важный фактор на самом деле вот когда вы будете в южном судане они тоже другая темно так вот и собственно говоря по старой памяти здесь все еще положительно относятся к русскоязычным людям не обязательно русским но вот носителям этого языка и например в той же полиции когда но если только меня туда не привели а я сам пришел то можно получить любую там консультацию поддержку касающиеся правовых вопросов в беседы с миграционным офицером это отдельные замечательные истории когда тебе дают прямой телефон и говорят звони в любое время решим все проблемы я такой совершенно не могу себе представить в россии то есть в россии ты должен обходить полицию желательно по дальней дороге а здесь ничего страшного можно и зайти даже это не думаю что это перекос из-за того что эти шник или ты думаешь что ко всем приезжим сейчас такие отношения у меня нету такого клейма на лобу айтишник я не знаю какое отношение ко всем но когда я просто прихожу и начинаю разговаривать во первых в полиции по-английски можно вполне разговаривать что самое интересное а если еще и начать с сербского приветствия то в общем это сразу переключает всех на положительную волну то есть они видят что я иностранец слышат что я иностранец но понимают что я не пытаюсь игнорировать полностью язык культуру и прочие моменты очень и очень таким образом можно к себе расположить людей вот на такую позитивную волну переключить как на сеапском будет сказать привет на здраво 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 ударение очень знакомо очень знакомо да в целом действительно звучит знакомо хорошо слушай так а сколько сам переезд вообще стоил вот я вообще не представляю сколько стоит и как можно доехать до сербии в общем надо от меня из астрахани ехать строго на запад как ни странно попадешь как раз вниз через 2200 километров но если не шутить то это был самолет до москвы из москвы авиакомпании fly дубай отвезла до персидского залива пересадку до пересадка в дубае на белград этот билет если я правильно помню около 700 долларов стоил от москвы до белграда через дубай и в общей сложности около 12 часов самолете 6 часов примерно в одну сторону и пять часов почти строгого обратно чуть это без пересадок чисто полет нет приземление в дубае 12 часов 12 часов в самолете вся дорога сутки выходит на вся дорога сутки да но сейчас есть прямые рейсы правда я не уверен что они будут дешевле по цене мир сербия сейчас летает в москву и даже из москвы ну слушай самолет же много багажа не возьмешь 14 килограмм поместились то есть там было там был рюкзачок который я брал с собой и сумка с семью килограммами одежда которая ехала в багаже что было в сумке которая не в багаже ноутбук салфетки дезинфицирующие зубная паста щетка документы ну и пара бутербродиков милота какая только что мы узнали что нужно айтишнику это и и 8 8 тысяч евро примерно но это уже мелочь паша но это не такие мелочи катка но они заменяют а весь остальной как бы сказать массу багажа сша правильно понимаю что ты больше не переправлял никаких вещей потом нет а зачем здесь те же вещи что и там витя что тебе не хватает в этих вещах 7 килограмм одежды мало но лично мне бы не хватило моего кота ну а его еще разном и лажа я полгода без коску без кошки своим надеюсь кого есть растережь растение не хотел хорошо с перелетом понятно можешь сказать почему ты не переехала семьей потому что код такой вопрос возникнет тоже сказал что у тебя две дочки соответственно и супруга ну во первых один причин на самом деле не так уж мало во первых дети еще учились в школе в тот момент а в этот момент подожди два месяца прошло а в этот момент они и только что закончили каникулы во вторых для семьи в общем-то было далеко не очевидно что в сербии лучше чем там в астрахани то есть просто сказать что у вас сейчас будет здесь все плохо поехали это немножко не то надо аргументировать и доказать что в общем ну как бы это проблемы на самом деле почему мы должны оставлять наше жилье все привычные знак вот буквально контакта социальные контакты учителя медики знакомые попробуйте найти врача которым вы доверяете на новом месте да еще и на другом языке это масса таких моментов которые держат и по этой причине решили что я еду обустраиваюсь делаю внж открываю там и по счета попробую заработать смотрю сколько из этого остается уже может быть тогда какое-то другое решение будет принято пока его просто нет то есть я так понимаю семья уже немножко изменила свое решение либо нет семья пока что вполне довольна потому что и них есть средства к существованию и нет у меня в качестве такого досаждающего фактор который все время кричит тише и я работаю тише я работаю надо и да то есть здесь могут быть даже и плюсы если разобраться это как капитан дальнего плавания а ты вообще свою семью оставлял когда-нибудь на такое долгое время на два месяца и как целом семья отнеслась твоя идея поехать серби на такой долгий срок они не могли не поддержать меня потому что знали бы что иначе я похудею лишусь сна поэтому пришлось согласиться а для меня это была возможность которую не вас которую я должен во что бы то ни стало испытать любопытство любопытство и желание схватить этот шанс и проверить что из этого выйдет у меня вся жизнь эксперимент это в общем видно сняли водой даже иногда то есть я стараюсь своих близких по возможности изолировать от своих экспериментов а когда дело не касается их безопасности то смело пытаюсь проверить все что можно я понял то что с вашего позволения меня как обычно интересуют цифры если вы не против я к ним перейду на сколько вообще стоит жить в городе ниш и можно ли вообще говорить в нише у нишу если по-сербски в нишу у нишу у нишу то есть это вот даст здесь 7 падежей в общем мы жить 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 здесь можно по-разному смотрите есть например рынки сельскохозяйственные где все дешевле и свежее есть магазины можно готовить самому можно кушать местных так сказать заведениях общепита но так то трудно ну в общем порядка там не знаю 20 условно 20 30 евро в сутки хватит на покушать 350 евро в месяц аренда жилья общественным транспортом я здесь не пользуюсь поэтому это не считаем электричество коммуналка летом около 50 евро в месяц ну в общем это я так понимаю с условием того что ты не готовишь или готовишь а так в завтрак туристы виде макарон спиралька и это на вечер а днем вполне себе позволяют заходить и в кафешке там 1 2 3 очень хорошие блюда из мяса просто первоклассные и квартира у тебя та самая двушка где есть спальня и кухня и совмещенные до кухне-зал да именно евро двушка кроме коммунала кроме затрат на еду есть ли у тебя еще какие-то затраты ну такие прям чтобы ощутимые были знаешь там у кого-то ну ты без машины переехал понятно там на машину террастрат нету на обществе здесь изумительно дорогой просто где-то в районе ве меня больше удиви я я я видел цены 220 динар курс динара 118 за евро ну почти 2 евро ну да это нас тоже такая да это это то к чему нужно привыкнуть если ты уезжаешь из нашей страны куда-то а мне смысл не привыкать я или пешком или не знаю сел на автобус на самолет а такси сервисы есть я уберу нет здесь здесь во первых такси как правило это какая-нибудь toyota prius гибридник во вторых средства именно инфраструктура телекоммуникационная развита где-то ну минус 10 там тире 15 лет от российской такси можно по вайберу вызвать то есть есть номер телефона добавляем в вайбер в чате пишем адрес куда приехать такси там диспетчер что-нибудь отвечает или то есть приложение которые мы привыкли там особо нету в белграде теоретически работает яндекс такси но я поставив туда сербскую сим-карту не смог настроить это приложение к слову говоря про сербскую сербскую сим-карту насколько там хороший интернет тут на сим-карте и без сим-карта что у тебя дома расскажи по характеристикам интернет с сим-карты работает хорошо здесь два основных мне встретились оператора связи а 1 и а 11 тот самый австрийский да и етел какой-то вай идти такой вот название етел никто из моих знакомых у кого етел не жаловался у меня у самого один тариф у них точнее условия на самом деле тариф на немножко разные но я подозреваю что по цене выходит примерно плюс-минус одинаково для новоприбывших я все-таки стал бы советовать етел хотя сама один пользуюсь потому что етел есть факт такой тариф который практически обозначает безлимитный интернет пример безлимитные по трафику по скорости или потому и потому по моему по трафику никто из нас тут скорость не замерял один по сути все весь интернет подключается пакетами например в момент пополнения баланса там на 500 динар добавляется автоматом пакет на 6 гигабайт и на две недели при пополнении на 200 динар добавится пакет на 3 гигабайт и на две недели то есть как-то это по-другому и можно отдельно докупать пакеты но они получаются дороже в итоге у меня баланс постоянно телефоне растет поскольку я никому не звоню голосом просто добавляю денег чтоб там был интернет и он не раз и со счета деньги не списываются фактически но раз уж мы полезли кстати в тему сим-карты интернета сложно ли не резиденту или не гражданину оформить сим-карту или интернет что в турции оказалось что сложно вы просто не говорите что вы не гражданин или не резидент вас не спросят паспорт да ладно можно сим-карту без паспорта купить можно да в белграде точно ухты в ниш можно по крайней мере у етел это опять же точно а в белграде один мне знакомый товарищ который меня встретил купил без без паспорта главное знаете не терять вот это вот самую пластиковую болванку из которой отламывается сим-карта потому что в случае порчи сим-карты по этой вот пластиковые болванки по конвертику можно восстановить свой номер удобно удобно я так понимаю и sim у них тоже наверное где то есть или нету о знает река в рекламе есть вживую я не видел меня не проносили течет улыбишься когда я сказал слова и sim так загадочно улыбнулся я знаешь почему загадочно улыбнулся потому что я понял что я в целом могу приехать похитить у александра его в этот вот пластиковую фигню под которого сломал сим-карты восстановить себе его номер отличный план от все деньги из банка все 8000 нету там уже давно вам уже меньше ты же посчитает 25 евро в день плюс аренда уже два месяца аренду мы платим два с половиной месяца сразу по сути два с половиной месяца ну давай считать смотри вот есть цена в условии договора стандартный договор аренды на шесть месяцев условия договора так написано что я во первых хозяину плачу на залог или задаток в размере одного месяца плюс я плачу сразу за первый месяц проживания тоже две цены так плюсу плюс половину цены я плачу за услуги риэлтор это еще риэлтор риэлтор ты кстати про это не рассказывал ты приехал туда если там нанял риэлтора либо ты риэлтора занял заранее и уже приезжал в квартиру на месте на мне дабы подсказали ранее прибывшие дали контакты риэлтора и собственно говоря я к нему и обратился а где-то ранее прибывших нашел какие-то знакомые друзья или по чатам это знакомые коллеги из которых которые допустим имели того же контрагента или там просто знакомые которые раньше захотели поехать короче ребята если у вас есть вопросы по поводу хорошего риэлтор кстати не знаю хорошую ну или нету я тоже не знаю на самом деле ладно отваливается вопросы на самом деле мы даже сделали группу в телеграме по именно по городу ниш о ссылочку эту группу мы оставим в описании к записи этого мероприятия и сегодня скинем в чате про риэлокацию в сербию и кстати раз уж мы произнесли слова вопросы ребят вы можете задавать ваши вопросы текстом в канал болтальня прямо сейчас и также в конце этого блока вы сможете задать их голосом подняв руку да поэтому не стесняйтесь придумывайте вопросы сегодня мы на них ответим еще у меня по интернету буквально последний вопрос ты сейчас с нами общаешься с мобильного интернета либо с домашнего с домашнего компании мтс не путайте с другой мтс здесь даже по моему он расшифровывается как-то по-другому это подключение по оптоволокну же уже пон технологии прямо до квартиры стоит вай-фай роутер то есть скорость там примерно 100 мегабит точно будет до санкт-петербурга плод 50 мегабит download 70 мегабит ну не самый лучший но и не самый худший вариант на самом деле ну да то есть и до европы гораздо быстрее конечно сколько это стоит я так полагаю что это платил хозяин за установку а мне пришел счет за апрель на один динар один до примерно чтоб что примерно 80 копеек российских за интернет за апрель да да можно курс евро напомнить к динару 118 116 примерно так и отчет стражет на один счет на один потому что при установке вносится какая-то оплата в районе с половиной или трех тысяч и в со второго года эксплуатации у них там тариф уже меняется вообще я слышал что у других провайдеров цены в пределах как раз 2-4 тысяч динар ну то есть это довольно высокая цена за один месяц ну то сколько 20 долларов примерно получается евро евро кстати а почему почему-то все в евро переводишь это в сербии принято в евро переводить просто мы там исконно белорусы в доллары переводить все всегда снегом и так и делаем лишь сербе и американцы сербии для нас иностранцев принято переводить в евро чтобы мы лучше понимали вообще здесь рынок жилья весь номинирован в евро и на самом деле многие например хозяева берут на на руки до оплату на руки именно в евро ну то есть это полу легальный вариант но тем не менее у меня есть договор на бумаге составленная цена в евро указано а вот так вот то есть не по курсу евро в динарах а именно евро написано 350 а в магазинах можно евро рассчитываться нет рассчитываться магазинах евро нельзя но их можно обменять в многочисленных повсюду расположенных пунктах обмена или я так полагаю ты когда летел ты летел именно с евро или ты там русские рубли менял уже нет вообще возможно ли это сделать можно рубли меняют в крупных пунктах обмена курс волне я бы сказал не вызывающий никаких лишних вопросов рубли даже можно купить в пунктах обмена не то чтобы начать вот это да слушайте меня одного смущает поиск жилья через риэлтора я просто так давно этого не делал неужели никаких досок объявлений вот типа крови то есть сайт например про агент . rs это именно по городу ниш но с другой стороны риэлтор то тоже оттуда приходит он сотрудник этой организации а то есть это не какой-то обычный человек нет не обычный человек это очень специальный человек которого которые все эти адреса помнит наизусть он сам договариваться с хозяином составляет список очередность встреч приводит показывает риэлтор нужен на самом деле чтобы сообщить хозяину все что нужно сообщить например что вам нужна регистрация по месту проживания это в случае того если ты язык не знаешь и так понимаю как правило она так и есть хозяева обычно говорят только на своем родном языке в редких случаях знают еще какой-нибудь а если еще какой-нибудь то какое-то обычно это может быть английский если вам повезло и это скорее всего уже будет в столице то это будет еще и русский все не так рассчитывать на это специально не стоит а я же так понимаю что сербский совсем не понятен человек который только приехал на слух он будет непонятен почти совсем если его слушать вот с той скоростью нормальность которой они разговаривают я заметил что черногорский диалект более легче воспринимается на мне в ниши сказали что они просто медленно говорят они там все очень медленные в общем все поэтому тебе показалось что проще но и договор ты тоже сам видимо не вычитывал либо вычитывал риэлтор который мне по нему объяснил договор договор это работа риэлтора это не хозяин изобретает договор можно заранее посмотреть до того как вы подберете себе квартиру он будет типовой от агентства и можно по всем пунктам задать вопросы заранее разница только только в цене будет там даже срок один и тот же 6 месяцев то есть я правильно правильно ли я понимаю что хозяева в основном не хотят работать сами напрямую с арендаторами они могут и хотеть но вы об этом никогда не узнаете то есть ходить читать объявления на столбах можно есть гостиницы которые допустим согласны то есть допустим мы заселяемся в гостиницу а владелец гостиницы дополнительно является лендлордом который сдает квартиры но опять это специальный случай ему так может быть а может такого и не быть хорошо жильем разобрались с интернетом разобрались с валютой тоже более-менее разобрались кстати быстренький вопрос работают ли там карты парты выданные сербскими банками работают в черногории я это проверил так и их соответственно тебе без проблем дали я так ну как мне без проблем но в целом их не раздают так вот совсем без проблем так ну-ка подробнее что значит не раздавать проблем во первых открытие счета в иностранном банке влечет за собой нарушение приказа 79 президента и рф и так далее в общем в любом случае нарушение закона да если вы на него деньги еще какие-то занесете это давно такой закон россии существует как только началось то о чем нельзя говорить то в этот закон приняли с 1 марта то есть подожди то есть россиянину закону якобы нельзя открывать счета в иностранных банках счет открыть можно но если он туда добавит наличкой например 100 долларов это будет уже нарушением так как россия же бачками ездят открываясь карты там целая картура сейчас есть вот вам пожалуйста можно строить новый ну например норильск интересно интересно окей будем иметь ввиду какие еще преграды так вот если вы все вот давайте говорить так я открыл счет на деньги туда никакие никак не как никогда не клал да вот предположим вот просто чтобы открыть счет на в нормальном банке типа райфайзен у вас обязательно спросит электронные версии таких вещей как выписка со счетов ваших российских банков ну например за полгода а зачем где вы где 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 они смогут понять что в принципе у вас есть некие легальные деньги открыли наверное чтобы что-то вот это первое второе они спросят договора какие у вас есть с контрагентами или трудовые договора чтобы понять что у вас есть какой-то легальный источник доходов блин вот ни разу у меня ни в какой стране такого не спрашивали и наверное здесь бы не спросили если бы не 24 февраля а то есть это все у тебя спрашивали банк тарайфайзен окей а вот после получения так вот сотрудник банка сообщит корпоративный email куда надо отправить соответствующие pdf ки и когда там все хорошо все все это отправляется в белград и из центра им дают ответ плюс или минус то есть работаем с этим человеком или нет но это занимает 4-6 дней затем мы приходим в банк там же будут готовы бумажки половина из них на понятном языке половина на не очень и их нужно будет подписать заранее тренируйтесь чтобы подпись была примерно одинаковая потому что их там больше полутора десятков а что это может помешать потому что они не одинаковые но я думаю специально не сравнивают но там среди них есть попадая попадаются бумажки такие которые называются образец подписи понятно а вот и после этого где-то дней через пять-шесть и вам выпускают карточки 2 1 называется дина карты это аналог карты мир только без бесконтактного чипом то есть какая-то внутренняя сербская система арая карточка в райфайзене это виза электрон и к ней привязан мультивалютный счет который поддерживает все все разумные валюты параллельно слушай а это же именно тот райфайзен который австрийский с этой карточкой так понимаю можно и там и по всему по всей европе кататься и какие-то бонусы иметь или нет я не уверен что на австрийский потому что официальное название организации ради файзен банка а . д белград то есть он возможен какой же австрийский как и например в россии райфайзен банк поняли в беларуси приор банк да да кстати о беларуси и не могу не отметить что к нам подключился пользователь с ником малеваныч доложим тебя что-то теплое сейчас появилась душ конечно это да это человек который у нас колыханку нет в русском языке колыханки до а спокойно и наши 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 места мальваныч хорошо разобрались мальваныч да если у тебя есть вопрос у тебя если у вас есть вопросы обязательно задавайте их в чате болтальня будем двигаться дальше да пора бы кстати по поводу языка если тяжело говорить на сербском когда-то русскоговорящий если мало кто понимает английский как доктору объяснить что у меня болит ну как обычно мальчик показал жестами что он хочет в туалет но я думаю что доктор по-английски скорее всего сможет говорить все-таки все-таки здесь знание иностранных языков целом куда более распространено чем например в россии даже нормальных частях то есть ты вообще не сталкивался с проблемой что-то объяснить где-то там на рынке еще где-то в конце концов можно показать спросить то есть язык здесь как раз проявляется плюс того что если говорить помедленнее и побольше показывать то очень даже начинает понимать и и соответственно сам начинаешь понимать синонимов побольше вспомнить церковно славянски если вы его знаете вам это просто процентов на 80 решит все проблемы не зря учил вот думаешь не зря пел в хоре я чего-то о вас не знал но мы потом тебе покажем кстати а страховка медицинская у тебя есть какая-то уже раз и планируешь ли в россии я перед отъездом купил страховку альфа страхование на 183 дня за 450 евро где я туристическая да а где есть транспортировка моего тела на родину бесплатную смысле бесплатно она включена так что если что я всегда смогу доехать обратно ну это хороший бонус холодильнике вот здесь местная страховка обязательно нужно если вы подаете вина вид на жительство но собственно того чтобы подать вид на жительство нужно не только страховка я думаю мы это обсудим каком-то из следующих вопросов я думаю мы можем это прямо сейчас начать обсуждать потому что мы плавно уже подошли к более-менее законодательным вопросам ты давай начнем с того что ты приехал открывать компанию и п.п. ты как удаленный работник удаленщик вот расскажешь вовсе начиналось ну в принципе началось все с того что вам понадобится юрист желательно даже целая юридическая контора которая вам поможет не только и п.п. открыть ну и например вести бухгалтерию в будущем налоги здесь ничуть не сложнее чем в россии или можно сказать не проще но на простых системах налогообложения все понятно но вы то с этим не сталкивались поэтому опыта нет лучше обратиться к бухгалтеру это первое второе на открытие п.п. занимает дней десять наверное с момента подачи заявки мух долго да потому что все идет в столицу здесь имеет место некоторые централизации в принятии решений ну как то вот так сложилось после открытия п.п. выдается вам в соответствующем ведомством бумажках со словом решение и в этом указанном ваш и на аналог ннн то есть номер налогоплательщика код вашего бизнеса допустим информационной технологии разработка п.п. и название вашего бизнеса вы можете название придумать любое главное чтобы она была уникальная после него будет следовать ваше имя ам александр галилов и слово предузетник что и означает предприниматель ну то есть название для и пешки те не надо придумывать название можно не придумывать тогда будет просто имя собственно самого и п.п. какие да какой набор документов тебе нужен был для того чтобы и по открыть я так понимаю его можно открыть без внж да более того она обычно так и получается в общем нужен паспорт заграничный нужна бумажка регистрация по месту жительства называемый белым картоном это что такое это типа прописки что-то это типовый это бы аналог временной регистрации который очень быстро оформляется в полиции если вы пришли туда с хозяином вашей квартиры то есть тебе нужно арендовать квартиру с хозяином либо с договорами так помимо прийти в полицию в отдел полиции есть крайние варианты например хозяин составил нотариальную доверенность на то что вы его от и от его имени можете себе регистрацию сами оформлять и продлять маке это делается быстро я так понимаю это делается несколько минут в любой день недели включая субботу и воскресенье держите хозяева не против этого потому что я знаю твоя в украине когда жил там при многих изи вас стремались там там тоже похожая штука была она называется регистрация и многие из-за пережитков ссср думали что это что-то типа прописки ты сможешь по этой бумажке отсудить полхаты у них потом боялись делать здесь я не слышал чтобы кто-то массово как-то такие были отзывы и здесь в любом случае ры пока что здесь рынок арендатора они арендодателя то есть сдать квартиру здесь сложнее чем найти квартиру окей хорошо получаешь белый ну в общем получаешь этот белый листочек с своим арендодателем с паспортом что еще а заявление и вообще говоря одну должен быть договор о том собственно где вы будете работать какой ваш юридический адрес нужно юридически здесь нужен то есть вам ну у вас нет собственного жилья скорее всего ну да поэтому он нужен здесь есть варианты либо вы арендуете к условный квадратный метр в каком-нибудь офисе либо вы договариваетесь с хозяином и все-таки идете к нотариусу где составляете нотариальный договор с пунктом что вы можете вести свою деятельность и п на площади в один квадратный метр например это как правило самый сложный вариант поэтому лучше всего найти место или там какую-то организацию которая официально вам сдаст этот условный квадратный метр в аренду сколько это стоит ну трудно сказать вот если же платил что-то за это ну смотрите я не платил интересно пока еще пока лучше не говорить потому что будет цена я ее скажу а пока про я напоминаю что мы записываемся то что потом выложиться на youtube замечательно вот когда будет цена я ее и назову пока нет такой информации поэтому имейте ввиду что в вашем местом официальной деятельности может быть жилье которого арендовали но это обязательно нужно согласовывать с хозяином ну то есть я так понимаю до максимум что-то заплатишь это арендную стоимость одного месяца жилья какого-нибудь ну или не максимум в среднем в общем ну в общем да но если это один квадратный метр в помещении который официально сдается под офис и то это может быть нам это будет дешевле понятно то есть надо ориентироваться на цены ну не знаю там 50 там 70 евро в месяц ну в зависимости от площади достаточно адекватно по сути вам же нужен только адрес то есть куда вам могут прислать письмо там из налоговой с какой-нибудь то есть в этом плане и более того ну это кстати показывает старину системы потому что во всех более-менее развитых системах юридических экономических и пешки уже давно не требуют адреса прописки потому что те все приходит на твой постоянными адрес места жительства кстати остальные системы и анну в адрес и место жительства в сербии вас он все равно временный и в вид на жительство тоже время но да окей окей согласен поэтому двое в этом вся причина если вы купите жилье то естественно там там же вы будете работать официально как и п как программист например хорошо и того мы имеем белую бумажку с разрешением от арендодателя паспорт заявление юриста желательно и вот заявление юриста и вот эту штуку с офисом да вот вместе со всем этим желательно и обращаться более того наверное более правильным здесь алгоритм будет сначала встретиться с юристом и объяснить ему что вам нужно а он сотворно все равно он те же самые назовет документы и возможно поможет например оформить аренду такую чтобы это было легально сколько стоил тебе юрист для всей процедуры оформления и п и где его искать юрист ну и юридические конторы есть соответственно цены могут меняться ну например в среднем там порядка 300 евро за весь комплект документов но опять же очень персонально то есть договариваться решает сколько у вас будет вопрос к нему нужен ли будет бухгалтер потом то есть бухгалтер это еще 40-70 евро в месяц на системе самый такой простой системе налогообложения с фиксированным налогом про систему налогообложения ты хорошо вспомнил потому что я чуть не забыл спросить есть ли какие-то разницы можешь ли ты сейчас назвать ли это юрист этим занимаются выбором систем налогообложения тебя сколько ты будешь платить налогов со своего заработка в процентах примерно и за что примерно 250 евро каждый месяц это фиксировано именно в евро или это фиксированный процент заработка в динарах фиксированном при заработке до 4000 евро в месяц удобно если больше то там начинается к этот книга специально учета если это условно говоря в два раза больше то придется платить еще и всякие ндс и переходить на другую систему налогообложений там уже будет прогрессивный налог появляться первом варианте ты сам в принципе можешь в свой был привести в принципе да ну хорошо чтобы хотя бы увидеть как это делает бухгалтер потому что можно много раз быть уверенным что ты прав а по факту потом придется много доплачивать более в новой стране тем более в новой стране где-то далеко не все понимаешь а у тебя кстати юрист юридические услуги они были англоязычные или русскоязычная с тобой здесь здесь можно найти русскоговорящих юристов как раз среди юристов это не такая большая редкость документов и вот таким носят это все есть а что по поводу электронного правительства можно ли какие-то вопросы с государством решать онлайн через сайты приложения можно ли здесь тоже декларацию налоговую подать онлайн декларацию как мне объяснили здесь не подают просто нужно вовремя платить если ты п но видимо в некоторых других более сложных бизнесах это все нужно и здесь есть аналог электронного правительства я только сегодня об этом узнал правда еще не пользовался но здесь важно знать что он есть наверное можно найти через поиск с ипшкой понятно второй важный вопрос который многих затронет это зачем нужно получать внж и как его получить собственно ты уже вначале говорил что у тебя там почти готова наклеечка которая есть часть внж здесь нужно прежде всего для того чтобы иметь право на легальную работу здесь то что вы и п это еще не значит что вы можете работать как ни странно отдельно то есть открыли но как бы работать ты не можешь можешь нанять людей местных понятно внж это факт фактор предшествующий получению разрешения на работу если есть внж можно получить разрешение на работу если нет внж нельзя получить разрешение на работу внж дают по таким основаниям ну их много но нас на самом деле интересует то что дают по таким основаниям как ты сотрудник местной сербской компании даже если эта компания называется условные по мы открыла там белградиста не представительство юрлицо то есть тебя наняли и вот это уже основание полу для того чтобы тебе внж выдали то есть ты здесь тебе у тебя есть трудовой договор второе ты открываешь свой бизнес как и п ну и ты открываешь свой бизнес как как компании там дэо дружество то есть тебе для вы уже открытие пешки нужно было в принципе для для и для работы и пешки нужно в принципе внж ну то есть чтобы совсем легально было что я не понял но разрешением на открытие внж нужно либо я так понимаю работа в компании местной либо две типы так как они но все после после внж дают разрешение на работу до система такая запутанная слегка сначала его потом же поэтому юристы поэтому юристы потому что самому даже если все это выучить правильно сделать не получится слушай но сама получение внж это достаточно не быстрая процедура у тебя на почти два месяца больше даже заняло нет на самом деле я подал заявку и открытие п занимало долго то здесь не заявка на внж была подана 19 мая и в их бумаги которые сразу выдают в ответ от в ответ было написано что крайний срок 19 июня месяц но по факту если все будет хорошо я это дело получу в понедельник все уже время пока ты пока ты ждешь ты можешь уже легально получать деньги на и по той сами проверки того что у тебя есть внж кпшки они наверно будут в конце года или они будут они будут позже более того фактически получается что ты можешь получать деньги даже еще не не оформив полностью разрешение на работу но при следующем продлении внж на следующий период у тебя обязательно спросят что у тебя уже должно быть к тому моменту готовое разрешение на работу вот хорошо возвращаясь к внж отлично у нас есть и п мы идем делать внж что с собой нужно иметь и решение решение регистрационной палаты о том что тебе дали п с цену номерами с налоговыми этими идентификаторами это те дают когда и пешку открыл до паспорт этот самый белый картон или регистрация по месту жительства страховка самый минимальный хотя бы нужно на год она стоит 8 примерно 8000 и динаров и и еще нужно оплатить госпошлину если я не ошибаюсь это еще 18000 динар для того чтобы приняли заявку на внж звучит не сложно как только дело касается госорганов все цены сразу в динарах переключаются звучит несложно но опять же лучше всего с собой все-таки иметь юриста потому что есть например юри знает ну по каким счетам нужно платить пошлины заплатить то вы их можете легко а куда и как как это указать вот то есть вот вот эти все моменты поэтому не стоит быть слишком самоуверенным пытаться сэкономить там 350 евро на все это если у вас нет 350 евро подумайте нужно ли вам и по открывать ну да согласен а ты с юристом прям физически ходила все эти инстанции именно с юристом либо с человеком который он из своей конторы выделяет которого для этих целей хорошо допустим и все это подали нам дали дату когда примерно у нас будет внж нам написали уже что у нас будет там заветная наклейка так прямо в паспорт после этого нужно еще получить разрешение на работу да 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 буквально это вот можно с того самого момента уже и получать опять же возможен там какая-то пошлина я даже так полагаю порядка там 15-20 тысяч динар но я так понимаю тоже такая более формальная процедура там проблем никаких там нет большой срочности у вас в запасе примерно столько же времени на какой срок внж выдали ты пара сроки внж нам в чатике там писал что есть разные еще сроки типа полгода год в чем разница разница вот в чем как правило в 99.9 процентах случаев 1 внж дают на 6 месяцев с правом продления следующий будет на год и так далее ну смысле так далее я не знаю тоже далеко слишком сейчас я понял так что не знаю насколько это официально но айтишникам могут давать внж сразу на один год по крайней мере из моего сегодняшнего разговора собеседование с офицером миграционного отдел отделения отделение за странция называется да в общем я такой вывод сделал что во первых они приняли решение о выдаче на один год и во вторых я сделал вывод что такое возможно после ряде ольных случаев или это для айтишников но объяснение было такое что с учетом моего вида деятельности то есть есть шанс что все-таки для айтишников чуть на дольше выдают да да и а второе последующие раза это уже гарантированно вот и так понимаю а главное что вовремя явиться на его продление под день в день буквально нужно у меня все он понял что наклейка это в прямом смысле то есть как виза клеится прямо в паспорте в паспорте до бумажечка и здесь тоже ряд законодательных моментов в рф сразу же возникает связи с этим ну-ка ну-ка в российском законодательстве срок пряжи проживания от года и больше считается как постоянное место жительства так вот если у вас есть право постоянного жительства за рубежом в любой стране вы обязаны в течение 60 дней с момента получения лично либо при отсутствии вас в стране в течение 30 дней с момента въезда в россию а подать официальное в установленной форме заявление в мвд по месту вашей регистрации в россии о том что у вас есть второе гражданство или вид на жительство в другой стране в виде наказания предусматривается штраф до 200 тысяч рублей и вообще говоря статья это уголовная а не административная я так понимаю тоже появилась буквально недавно это поле появился в 2014 году в рамках борьбы с депутат официальный ответ обоснование в рамках борьбы с депутатами имеющими двойное гражданство и интересы за пределами россии а по факту это применяется к обычным людям как правило не могут же закон отдельно для депутатов сделать даже на золотых дворец клеить наклеечку самый простой вариант сжечь этот паспорт и и как бы никто не узнает для этого нужно получить новый паспорт и кстати портрет не проблемы а ты удаленно можешь подать это эту бумагу в мвд мне лично нет в инжи в россии по почте но только из россии только лично из россии в россию да но из-за рубежа я такую бумагу не отправишь потому что это установленного образца бланка где должен быть почтовый штемпель именно почтового отделения то есть по идее ты можешь подписать ее находясь там где-то в сербии например отправить своим друзьям или родственникам и они уже оттуда отправят в мвд есть специальные процедуры вы приходите в почтовое отделение показываете оригиналы ваших этих всех наклеек копии чтобы по сотрудник все увидел он берет заполненную вот эту уведомление ставит отметку что получена дата и вот с этой даты считается что вы уведомили закрутили гайки крутили гайки но это ерунда самое интересное уведомление о банковских счетах и движениях по ним один вопросик ведь прежде чем ты перейдешь к следующему блоку должен один вопросик прежде чем двойной получили живой ты 1 2 хорошо вот прикольный статью на тот же вопросик вот смотри допустим я переехал в город ниш чем не заняться на выходных могу ли я покататься как-то по сербии комфорта на поезде или мартийские крутые кафеш или что-то посмотреть поезд она кодовая она вызывает приступы диасинкразии в сербс в сербии серб снова есть вы можете покататься я думаю что один раз в жизни это будет хорошим приключением ё-моё вот потому что на поезд в сербии внутренний но там он больше всего похож на современную такую электричку за наличием и открыл в том числе с отсутствием всех этих атрибутов ожидаемых так вот например от белграда до ниш поезд будет идти часиков 7 примерно и там по пути будет не менее сотни остановок очень удобно причем он проедет мимо города проект почти до границы с косово примерно где-то на границе он поворачивает аккуратный на обратном пути заезжать наконец на свою конечную станцию город ниш вот там по пути может быть весело например на поезде любят путешествовать нет цыгане я к ним абсолютно нормально отношусь даже в тех случаях когда они устраивают между собой споры драки шумные разборки с привлечением полиции с выводом всего семейства или по частям из поезда там на нескольких остановках с посвящением всех в курс со своих семейных дел и прочих обстоятельств скучно вам не будет это точно можно я тогда перезадам вопрос внутри допустим я переехал в город ниш и не хочу ехать на поезде тогда я у меня заняться в городе ну как чем вы зачем приехали работу работаю видите что вы такие айтишники прям ну а кафешки есть какие классные бар там не знаю кафешки есть бар там ну не знаю наверно тоже есть здесь что самое интересное есть все вопрос в том что вам нужно есть казино например работают надо просто переформулировать вопрос удалось ли тебе за два месяца заняться чем-то кроме работы и оформления своих документов в нише чем-то развлекательного характера можно погулять по городу например вдоль он расположен вдоль реки нишава а поперек он между он ком в горной долине между левыми и правыми горами вот можно в горы залезть они не очень высокие так что это под силу абсолютно всем рай почти наверное оттуда хорошие виды открывается потом в нишавском округе то есть в пределах там пара часов езды от города на расположены разные на лечебницы вода грязи для гастрит ников для почечников и прочее прочее процедуры если кому-то актуально здесь это все есть можно выехать говорят на автобусе в черногорию но это будет серпантинная дорога красота 10 часов до в пути поэтому поэтому не за стоит ли но вообще дорогу туда есть можно арендовать автомобиль и туда поехать если хочется до серпантинчику да по серпантинчику я в черногорию в рамках виза ран путешествовал через белград на самолете это было не так не так долго и наверное не так интересно что за виза ран такая процедура сленг мигрантский сленг наш виза ран это вот что если у вас нет виду вида на жительство то по закону в сербии вы не можете находиться больше 30 дней подряд не подряд можете здесь все как в российской конституции это туда-сюда короче я понял вот не подряд оказывается ограничений никаких нет поэтому каждые 30 дней наши братья по разуму вынуждены покидать страну хотя бы минут на пять чтобы у них были штампы в паспорте и потом могут они заезжать обратно то есть там по паспорте все-таки ставят сербия то я хотел кстати спросить на выезде конечно ставят на въезде соответственно будет еще штамп не главное чтобы не было такого что ты выехала въехал в одну и ту же страну а в другую при этом не посетил на самом деле такое тоже происходит например на сухопутной границе где-нибудь с боснией можно пересечь сербский кпп и не дойти до боснийского и вернуться и это будет считаться при последующей проверке нарушением миграционного у меня будут вообще вопросы возникли кого фига ты делал в приграничной зоне приграничная как называется буферной буферной здесь как правило не задают никаких вопросов почему-то то ли глядя на паспорт то ли просто не задают хорошо и пришел тоже молодец у меня последний вопрос остается про про документы он про документы ты говоришь что это временный вид на жительство получаю сейчас значит наверное есть и постоянный вид на жительство есть узнавал ли ты про него и зачем он нужен чем разница на детали не узнавала разница в том что он выдается в последним видом на жительство каким выдается после него уже идет паспорт гражданина но и обязательно так понимали обязательно не обязателен ты можешь пользоваться постоянным видом на жительство но не быть гражданином но его никогда не дают сразу то есть это на по моему там установлен минимальный ценз виде пяти лет проживания если я не ошибаюсь ты пять лет получаешь в внж а потом уже пвнж только то лет в любом случае то есть это не сразу и не в первый год однозначно я так далеко не смотрю потому что все может быть может статься я буду там буду вынужден довольно скоро вернуться чуть не сказал на родину в россию все-таки родился день в россии и кто кто знает то есть на на пмж я даже не смотрю то есть это такая вероятность очень-очень не невысокая наверное ну во время покажет тут за последнюю поводу столько все произошло что загадывать на будущее согласен ведь давай двигать к айтишки у нас сегодня немного будет но тем не менее она есть подожди давай прежде чем двигать к айтишки предложим еще раз задать вопросы ребятам все нормально лишь все хорошо извините ребят самое время задавать ваши вопросы нажимаете на кнопочку поднятие руки она у вас там вот снизу мы вас поднимем на сцену и вы сдадите голосом да 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 я даже пока музычку уберу что потом на записи вы тоже вошли прекрасно в наш монтаж так что ребят не стесняйтесь задавать вопросы прямо сейчас есть значок руки снизу поднимайте руку и прямо онлайне задавайте свой вопрос про переезд сербию саша есть вероятно что александр так подробно отвечает на вопрос что возможно все покрыл кстати все уснули на самом деле пока ребята там просыпаются ребят все это время можно поднимать руку а вот я вижу жать на рука поднята ладно я не буду свой запасенный вопрос задавать у нас есть первый вопрос от петра скорее всего петр приглашаю тебя на сцену привет 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 да 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 привет смотри если оформляться по ип а контрагент только один то известная практика что привлекают за как бы маскировку трудовых отношений неизбежно вас привлекут за нее на самом деле есть ряд критериев к ип в сербии в россии их нет кстати которые регламентируют этот момент у вас хотя бы ну минимум два лучше три должно быть контрагента поэтому если ваш работодатель решил например сэкономить на налогах не открывать в сербии полноценную организацию а сделать из вас и п и переложить на вас заодно всю ответственность за возможные проблемы с налогами а то пожалуйста убедите этого работодателя от своего там имени или еще как то пусть он делает юрлица на своей стороне и платит вам от имени разных юрлиц по частям двух трех достаточно желательно трех в противном случае в сербии полагают что эта схема и даже если это иностранная организация без представительства и юрлица в сербии тут очень простой выдают обоснование ну так открывайте представительство что же вы хотите здесь платите налоги все у вас будет хорошо спасибо большое спасибо так не стесняемся задавать вопросы если еще у кого то есть они поднимаем ручку снизу у вас значок есть рядом со значком выхода со значком других всяких действий в дискорде есть значок ручки вижу вас антон до рука поднята поднимаю привет антон тем привет на вопрос касается насколько сербии безопасно то есть могут ли например упереть велик с улицы либо может быть в темное время суток там надо как-то аккуратно себя вести вот хотелось бы про это послушать спасибо смотрите в принципе говорят в целом что здесь безопасно вот я сегодня был в полиции и вот там на верхнем этаже здание три отдела слева общая криминалистика в середине для иностранцев вот типа меня справа разбойных нападений так вот в разделе разбойных нападений дабы у такое впечатление было что там пыль со столов давно не вытирают то есть люди редко туда заходят видимо работ мало но если мало разбойных нападений это не значит что ваш велосипед никто не сворует ночью опять же по отзывам товарищей здесь местные сербы зачастую забывают закрывать окна в машинах и вроде как из машин ничего не пропадает не показатель это или нет опять же машина не велосипед возможно машины не грабит а велосипед обязательно уведут но ты сам вечерами не гулял по городу там гулял вечером ничего особенного не видел ну ходят группы людей ходят молодежь как правило у них ко мне никакого интереса не возникает может у меня внешность неинтересная а если было интересно кто их знает может быть было бы веселее антон да большое спасибо вопросов нет спасибо большое если появится не стесняйся а у меня еще будет вопрос догонку если кто-то еще хочет задать вопрос поднимайте руку пока что я свой задам он как раз к этому блоку относится как там вообще относится к русскоязычному населению проект не поговорили исторически ты вспоминал что из товар исторические у сербии вроде как хорошие отношения да да неравнодушно относятся то есть они помнят ту историю которую которую им рассказывали в школах скажем так и в целом положительные отношения не нету никакого неприятия это уж точно но с другой стороны я бы предпочел все-таки нейтральное отношение потому что позитивное она может меняться на негативное нейтральное но скорее всего таким и останется если она нейтральная мы сейчас говорим про отношения к русскоязычным либо к россиянам русскоязычным а вот она с ним написано россияне мы или нет заговорим по-русски и они в общем даже не знаю языка не понимают что тут говорят по-русски они даже понимают о чем поэтому на нас именно приехавших сюда и лежит ответственность чтобы это отношение не поменялось никто другой кроме нас за это не несет никакой ответственности потому что требуется какого-то более положительного уже невозможно она настолько положительное насколько только может быть во мне ни в каком отделении полиции в россии не не дадут прямой номер чтобы вы звонили в любое время если проблема ну да да с одной стороны хорошо хотя с другой стороны непонятно дали тебе это постоянная практика либо ты просто приглянулся знаешь что же тут непонятно ну наверное чтобы приглянуться надо чем-то таким обладать даже трезво оценивая себя в зеркале понимаю что здесь скорее всего так принято в другое дело может быть именно потому что это русский паспорт я не знаю тогда вдогонку вопрос встречал ли ты ребят из украины в сербии и в целом как поменялось может или поменялось отношения после 24 февраля начало с белоруссии из украины по крайней мере они признавались нет скорее лучше сказать что нет как поменялся отношения но мы все сербов понимать как сербы относятся к войне вот по твоим субъективным впечатлениям и относились в свое время к балканской войне чаще всего никак слышали смотрели новости огорчались что все это происходит в детали все равно никто не вникал здесь на балканах по существу есть не множество неразрешенных вопросов и есть много точек в которых при желании можно начать разжигать все снова и это никогда не будет что-то внутренне народное здесь обязательно должен быть какой-то импульс чтобы стартовал собственно наверное так в большинстве случаев и происходит то есть люди не сами вдруг собираются говорят а пойдемте мы там словно бить там белых там или это черных или еще кого-то и и здесь можно ли с людьми обсуждать эти темы но только очень аккуратно потому что множество поддерживают например политику официальную политику россии не вдаваясь в детали но можно с людьми работать и объяснять например вопрос чей крым да можно также спросить а чье косово потому что этот регион сербы в массе своей считаются неправильно отделенным то есть они считают что косово это серби и этот надпись вы обязательно увидите на выезде из белградского аэропорта невозможно не увидеть на при том что население косово из сербов примерно процентов на 5 состоит а большей части талбанцы и мусульмане то есть цыгане мусульмане то есть люди других этнических групп и то же самое когда они говорят ну вот наверное крым правильно россии себе забрала ведь там в основном русские я говорю ну так а в косово в основном нет сербов а вы считаете что все-таки территории неправильно была отделена так если мы говорим о справедливости давайте тогда крым оставим украине но тогда вы сможете говорить что наверное косово тоже должна относиться к сербии то есть получается люди достаточно открыты к общих как разговором дело можно только аккуратно потому что здесь здесь нету воинственного отрицания того точки зрения который не совпадает с их здесь есть про и про удавленные проезженные многими годами колея мышления вот как нам говорят там условно да там калининград это российский город а например вспомнить что он стал таковым ну условно в сорок четвертом или сорок пятом году это уже следующий какой-то шаг надо немножко мозг включить и понять что архитектура история этого города там какой-то вот легаси то есть наследство она никаким образом не российской не могло им быть и здесь тоже самое говорят что это так но людям можно напомнить о том что бывают другие ситуации другие аналогии и они в общем вполне могут согласиться даже хорошо подытоживая вот этот мой тейк ход тейк можно ли сказать что в сербии в принципе безопасно будет чувствовать себя гражданин из любой страны можно сказать если он себя ведет в адекватно него не выделяется каким-то особенным там криминальным поведением например то очень даже здесь в нише очень много студентов из ирана и пакистана скорее даже все таки из ирана изучают медицину в университете все нормально с ним хорошо звучит так будто бы все вопросы которые у нас были мы задали и можно двигаться дальше давить да но перед тем чтобы двигаться дальше давай напомним что у нас есть замечательный телеграм-канал инстаграм-канал един канал страничка на фейсбуке и там очень много крутых новостей лайфхаков советов поэтому пожалуйста все подписывайтесь канале его сервере есть ссылочки да да на канале сервере абсолютно все ссылки подписывайтесь везде я кстати удивлены хочу сказать большое спасибо нашим девчатам из пиара потому что нереально круто ведут соцсети там прям полезные статьи и более того там по моему позавчера саш с тобой вышла статья да ты там рекомендовал лайфхаки рассказывал по моему лайфхаки это были может быть может быть в общем чекайте соцсети и заходите на сайт наш в раздел блог и увидите там статью про сербию которую делали в партнерстве с сашей все я все сказал этим следующие рубрики которые называют нас рубрики называются очень просто не айти и айти и сейчас как раз найти связи с этим вопрос мы уже упоминали компанию пам ты говорил что в сербии есть на как вообще много ли других представителей крупной фишки не крупной видно увидите старый опросник саша сразу говорю спрашиваю да дело в том что мы заранее этот опросничек уже просматривали все вместе и саша как истинно удаленщик сказал нафиг не нужны ваши компании в сербии я работаю сам сказать скажи как есть скажу как есть сегодня в полиции в отделе иностранцев меня спросили прямо вы вообще планируете с местными заказчиками то работать вы же теперь тут как компания по сути хоть и в одном лице я конечно сказал что нет на что ему сказать кроме правды в принципе я же естественно не против но у меня то нет этих заказчиков пока что но как только будут соответственно почему бы и нет вообще с местными заказчиками в плане законодательства и налогообложения всегда работать проще потому что нету моментов с валютным регулированием вот с этими всякими расчетами в специальными и с обязательной кстати конвертации валюты в размере 100 процентов от полученной выручки из-за рубежа стопроцентно обязательно то есть все конвертировать нужно до в динары полностью конвертируешь потом ты можешь поменять обратно но то что пришло должно быть сконвертировано здесь не как бы тоже не все не все настолько не настолько light и легко как вот можно подумать может быть с моих слов есть моменты тогда я вопрос переформулирую давай тогда так существует ли идти в сербии есть а идти в сербии безусловно я даже на линк ты не нашел вакансии в сербии поскольку я поставил в профиле что я в сербии мне линк ты начал подсказывать есть вакансии но у меня складывается ощущение что все-таки чисто сербских компаний не так много есть представительство на зарубежных компаний и теперь уже с появлением 40 тысяч русских может быть айтишников скорее всего в основном рынок айтишный в сербии будет формироваться русской по компании с из бывшего снг скажем так происхождением я понимаю что ipam формальным может быть американская компания но мы же знаем кто в основном там работает понятно есть и формирование рынка будет происходить заново скорее всего и здесь в сербии судя по косвенным признакам официальной власти очень заинтересованы в том чтобы это все-таки происходило что за прижимки например те то в тот признак что мне как айтишнику вероятнее всего в н же делают на сразу на один год они на полгода как это принято в целом как как общая практика но неплохо а соседняя черногория например ввела визы для цифровых кочевников которые позволяют жить и работать то есть у них там есть соревновательный режим получается да то есть мы мы сейчас видим как центры айтишные центры из там скажем россии и и соседних стран перемещаются по порядку в там в армению в грузию в сербию не знаю куда в турцию я слышал что мальта но мальта дорогое место но я об этом слышал то есть 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 такое перераспределение и постепенно правительство этих стран понимает что есть смысл определенно идти навстречу ты говорил что у тебя есть чатик ты период и переезд дунов хотел сказать тех кто переезжает в ниш группу в telegram это даже да скажи там много айтишников там вообще пока мало народу она появилась два дня назад и в общем там пока пару десятков человек может 25 из них где-то две трети из так или иначе связано сайте отрасли то есть все-таки айтишники едут а значит и инфраструктура в сербии как-то этому сприяя на белорусском овес смысле ведь как бы сприяя на русском я за я не опадусь к эту ловушку я не знаю не не веду способствует ладно способствует благоприятствует ничего себе саш а ты точно не нашинский ну по мне же видно что ваш коренной вот а салат или в узбекистане говорят на белорусском языке вот просто все слова в обратную сторону произносит так вот по поводу инфраструктуры обращал ли ты внимание есть какая-то специализация на айтишку все-таки айтишники переезжают по большей части там с интернетом уже все хорошо окей как там с местами где поработать коворкинги офисы и видел он не видел ну все знают что такое полоница а вот здесь в сербии все знают что такое плесковица то есть плесковица это такое мясо хороший такой вот бургер да вот бургер самый прямой перевод вот поэтому любой коворкинг он здесь будет обязательно совмещен с бургерной или сливной то есть по-другому наверно никак не получится еще шутишь это в смысле того что есть пивная это может поработать или реальность коворкинг назначен для работы я я не видел пока коворкингов как таковых но я не залить которые пытаются работать в бургерных в пивных потому что а это же всяко лучше чем без обойтого хорошие вай фай бывает иногда в наличии и тогда моя в целом можно по симке работать работать но просто я здесь в целом здесь такой климат и настроение и люди такие что все это не способствует работе как таковое здесь хочется просто ходить смотреть радоваться дышать запахом акации цветущих цветов здесь огромное целое поле в нишеской крепости она цветет маками хочется погрузиться туда волос что я такого сказал мак это растение такое травянистые такие у нас раза раньше маки запрещены у нас раз за них сажают а здесь они растут их никто не трогает но самое что интересно они красивые вот и очень все это радует очень представляете такое сочетание например ель там или сосна и вокруг цветущие вот эти яркие цветы и запах хвои запах цветов это просто изумительно ну ты сейчас на самом деле описал место где мне бы хотелось там типа и работать и жить работе и захочется жить да ну ты не можешь не жить ты не можешь не работая жить я бы так сказал такие с профессионала на эту тему вот блин надо с ними пообщаться суши и раз я так думаю что если отъехать до белграду там наверняка и коваркинге тебе будут моднее да ну столица это столица как бы там там соответственно есть наверное спрос на это зачем коваркинг человеку которого квартиры нет жены и детей при этом там удобно удобно я и говорю хорошо тогда я задам финальный вопрос такой финальный для всех основных вопросов так кстати у нас так получается что те страны по которым сейчас разговариваем там принципе пройтишку то особо нечего и говорить потому что там да и это не то чтобы она там была и она сейчас начинает хоть как-то появляться потому что здоровенное количество мигрантов но в целом про нее говорить особо не представляется возможным хотелось бы узнать твое мнение про поводу того насколько бы твои ответы отличались если бы мы говорили про белград то есть если у тебя статистика о том насколько там дороже насколько там там не знаю интернет лучше не лучше какие были бы основные отличия если бы ты поехал жить белград по рассказам твоих же знакомых по хорошему для этого туда надо бы поехать но начнем с того что интернет там тоже есть и как ни странно вроде бы он не хуже поэтому наверное ну можно там пользоваться насчет аренды дело в том что в нише аренда в основном в очень новых очень высоко качественных домах как ни странно точнее это объяснимо кого квартира берутся в ипотеку процент по ипотеке хорошо если 2 и да и там допустим на много лет кастла квартира вот это например 1070 стоит евро вот и хозяину чтобы не платить самому если ты принт пример у него есть другое жилье он просто сдает в аренду эту квартиру по сути я восполняю по ипотеку и здесь так принято а в белграде я знаю что некоторые люди например снимают квартиры чтобы было дешевле в девятиэтажках панельных советского образца и по цене это понимают получается еще и дороже обычно может быть это и так же например так же как и здесь там 300 350 евро ну и немножко другой уровень качества здесь например лифт из нержавеющей стали с зеркалами который там с музыкой едет с двух сторон дверь у него открывается на вход и на выход ну а да это все вот за вот эту вот арендную плату а в столице вероятно будет то же самое но например дороже и но опять же здесь надо понимать что это динамически динамичная такая величина то есть много понаехала наших братьев и сестер цена начала расти цена в анталье например летом по словам моего в точнее летом вот весной впереди не песны по словам моего знакомого кто туда пытался переехать за трехкомнатную квартиру достигал трех тысяч долларов в месяц аренда нифига себе в анталье именно поэтому он предпочел с семьей переехать в таиланд потому что там намного дешевле он за три тысячи долларов может целую виллу снимать что он и делает доходы позволяет это дать и в этом плане сербия порадовала потому что ты про цены рассказываешь они прям очень сопоставимы с тем что мы имели в своих странах да это ниш лёш это ниш это ниш ну ты вспомни вспомни турцию там тоже у нас как бы не анталия была и там цены были по полтора косаря и больше баксов да еще сезон не начался туристический и да они еще сезонно зависимы а здесь не курортный центр поэтому можно ожидать что они примерно так ровно будет оставаться пока опять же население резко не пополнится переехавшими сюда будут переезжать в последнюю очередь я так думаю что мы обычно смотрят столица там и новый сад потому что это у всех на слуху все туда едут и мы туда сможем сейчас после нашего выпуска все вниз поедут да так пока все не поехали вниз ребят я предлагаю переходить к финальному блоку завершением это у нас уже время подходит я думаю мы лишь с твоего позволения пропустим ответы на вопросы от аудитории пройти сферу не у нас вопросы будут да они будут буквально через да 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 у нас будут финальные ответы на вопросы а пока что заключение и наш традиционный небольшой блиц александр пожалуйста назови три плюса страны для тебя да кроме этого крутого лифта его мы вне конкурса считаем да тогда второй плюс это климат но здесь летом очень тепло и это мне привычно зимой я еще не был но по слухам здесь не очень холодно и соответственно не не надо кутаться там три слоя одежды и прочее прочее второй момент это удивительная сторона в которой можно не бояться полицию это дает прям по больному да то есть если в полицию ты пришел сам они тебя привели то скорее всего ничего страшного дальше не произойдет третий момент из плюсов пожалуй что все таки люди конечно они же и формируют страну в целом мне показалось что они гораздо более лояльны и иностранцам и гораздо более склонны на поддержку вот в этого вот контакта общения то есть когда они видят что человека затруднение что-то объяснить или еще что-то в массе своей они как-то помогают там где-то может быть подождут его пока он медленно вспомнит слова вот такой момент в россии например все там в столицах особенно куда-то спешат им не до тебя здесь вот как правило как правило с этим не столкнешься болен звучит очень-очень как же есть к отдельные другие наверное люди ну вот в массе своей вот именно вот такое ощущение ну раз спросили про три плюса значит на спросите про три минуса до представьте себе какой-нибудь там детский центр где все бесплатно это нам еще один плюс и где например есть отдельная комната для ожидающих родителей с отдельной дверью там отдельным входом и там будут пепельницы чтобы удалось научно и они могли покурить в детском центре пепельницы правильно него не значит что они курят там где дети но в целом курение распространено кафешки для не курящих бывают но чаще всего в первых кафешка в которой вы заходите это все-таки с пепельницами а если это уличная кафешка то это стопроцентно завел гонки по дефолту такая же примерно ситуация кстати в черногории ну похоже и в узбекистане кстати из командировки в узбекистан там в любом самым красивым самым приличным кафе кофейне тебе могут принести пепельницу лучше сразу кальян приносили правда но это в турции в стамбуле где-нибудь вполне хорошо что еще так это был первый минус второй минус что пока не все еще знают русский язык вот этот вот этот сейчас по тонкому льду от гад но почему люди изучали его в школе я к тому что во времена югославии иностранные языки в школах изучались среди них был русский и некоторые представители старшего поколения очень даже помнят ну вот-вот средний и младший возраст уже не интересуются этим возможно если будет много иностранцев приезжающих из россии то в черногории например ведь мы видим что русский язык более живой среди местного населения почему бы и нет 3 минус сербский язык очень очень славянский очень такой классический это всегда думаю что еще чуть-чуть и ты сможешь все понимать это большая ошибка его нужно учить даже то есть ты ты понимаешь ты сейчас минусы внес в последние два минуса внес просто бомбу ядерную типовину язык нужно учить то есть он настолько похож что ты ошибочно думаешь что ты сейчас все поймешь нет это неправда я бы тогда наверное два последних пункта совместил что язык нужно учить и ожидаю что тут будут русский чуть больше знать из-за исторических особенностей оказывается что нет да 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 ну может быть будут больше знать со временем из-за того что сюда приезжают главное чтобы свой не забывали я как белорусы скажу вот так вот до этого не дойдет все-таки над слишком дистанцировано уже все служи уже это это было общем примерно там 8 9 веков назад но это настолько сильно дистанцировалось что там никакого варианта нет какой-то там синтезу или интеграции но если мы объединили два минуса в один получается нужно еще один минус назвать александр очень сложно поясни такие минусы найти но опять же что то что тебе не нравится у меня все связано с курением я просто сам не курю а здесь как бы ничего страшного если ты куришь и ну не то что совсем в общественном месте ну вот и рядом другие это считается нормально особенность я бы отнес минусы еще то что нужно каждые 30 дней выезжать вот до сербии с говермента смотрит мы по жену уже пора эти живой твой почти стране ограничений есть на сроки пребывания вот я например у когда приезжал и из россии то там вообще нельзя было больше трех дней без регистрации на них тут и очень даже смотрят и даже приводит в полицию выяснять в милицию тогда еще вот училась ладно ладно хорошо чем год у вас нету вы вы не гражданин москвы почему у вас нету регистрации гражданин москвы я цитирую как закончим с минусами пожалуй а то они еще продолжат закончим с минусами может не знаю перейдем к самому-самому завершению где мы спрашиваем можете ты подсказать какие-нибудь полезные ресурсы помимо и него я клапок для тех кто хочет приехать в сербию полезный ресурс это запас наличности чем больше чем больше вы сможете с собой в сербии привести тем лучше вам здесь будет слушаю там же лимиты есть сколько 10 тысяч наверно сожалению лимиты есть но на самом деле их никто не пересчитывает эти лимиты ну то есть может быть кого-то их считали ну ты же там разные коридоры идешь насколько я знаю если не тот коридор пойдешь и обнаружит то будет а то то да 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 будет а то то но если не обнаружит то будет все хорошо но в любом случае надо вести с собой по максимуму чего что вы можете собрать это что вы можете провести вот потому что иностранцу начинать жизнь в новом месте это очень большие расходы в любом случае это факт как бы вам не казалось что у вас там все хорошо вам кто-то поможет там или там посодействует или вас есть знакомые это в любом случае будет примерно в три или в четыре раза дороже чем вы подумали я по выражению лица видите вижу что это не те ресурсы про которые он спрашивал но они безусловно полезны и лишь в моем понимании ресурсы это всегда то что у меня поддерживает и помогает выживать а здесь как бы все упирается в здоровье в деньги ну вот вот просто реально это так ну хорошо она перед приездом тоже информацию откуда-то брал вот откуда-то и брал google хороший ресурс там практически можно найти ответы на все вопросы и просто вы пытаетесь спросить какой-нибудь особенный риза я пытаюсь из тебя вытащить твой ответ который ты мне давал ты сказал что ты читал законодательство законодательство местная то но просто опять же законодательство сербии касающийся иностранцев можно найти переводы на русском все отлично вот в этом не где но это ли про любую страну так где будет написано что вы должны регистрацию в течение 24 часов это самое главное остальное уже на месте выясняется то есть приехали в гостиницу они обязательно забудут про то что вас должны зарегистрировать как иностранцы там же значит надо спросить регистрацию то есть они в полицию не идут у них право у гостиницы отеле правы есть выдачи своей собственной регистрации хорошо а чат про которыми сегодня уже не один раз говорили которые вы организовали про ниш это чат открытый закрытый открытый любой может вступить в эту группу да и мы ссылку на нее оставим расскажи почему он появился вообще учитывая что ты там пользуешься в углом да как ни странно чат сделали не айтишники чат сделали специалисты по маркетингу которые тоже приехали из россии но они же специалисты по маркетингу поэтому тут все ожидаемо вот ребята сделали чат куда начали добавляться все люди из общего чата про сербию из которого я удалился поэтому я прямо сейчас не скажу на него ссылку сейчас в чатик скину и она будет в описании а муж там очень много всякого не касающегося одни и те же вопросы по кругу вот есть чат по городу ниш есть была уже первая встреча так сказать участников чата в реальности ух ты где-то же говорил что два дня всего чату его уже успели встретиться уже да уже пять человек из этого чата целый целый 25 процентов чат это на тот момент собрались и встретились рожка ангарша нравится ну а люк не за не зря его открыли рекламщики они знали что делать и где и когда и в щеки нормально да да очень очень здорово и также в чате есть прикрепленная ссылка на базу данных по городу ниш с контактами риэлтора юриста там полиции и таких вот разных интересных ресурсов которые на самом деле нужны тем кто приехал ну что может быть мы будем завершать переходить к ответам на вопросы или спросим про дальнейшие планы все-таки да давай еще про дальнейшие планы саш как думаешь как дальше твоя судьба в перспективе двух-трех месяцев развернется связи с сербией в разрезе сербии я так скажу смотрите план здесь такой до конца до оформить банковские счета и попробовать все-таки по договорам поработать через тут уж не из и п вот посмотреть как работает бухгалтерия как приходится все это с 3 как отчитываться как платить налоги очень-очень утилитарные вопросы но они на самом деле очень важно нас жизнь из них в основном состоит то есть это не применение конечно паттернов и не архитектурные какие-то решения это обычные стандартные решения которые используются столетиями ну на новом месте все нужно пробовать потом смотрите есть интересный момент что если я приезжаю раньше чем через полгода после выезда из россии я должен будут декларировать все эти вещи в россии платить налоги дополнительные двух с другой стороны всему чату наверно все прошу прощения всему дискорду наверное будет интересно что до сих пор сербия не имеет автоматического обмена финансовой информации с россии так что наверное каждый сам должен принимать решение понятно если на вас в россии не завели уголовного дела то и основании запрашивать какую-то специнформацию по сути не будет то есть на этой стороне запрос без уголовки не посчитают достаточно весомым чтобы раскрыть все данные но это дело поправимое в россии сейчас это понимаю не так уж трудно заполучить специально уголовное дело для себя что смотрите надо бдить вот мы перешли к разделу лайфхаков наконец это лайфхак это лайфхак который я вынес для себя из консультации с российским юристом специалистом по международным вопросам оптимизации налогообложения за что была довольно крупная сумма денег оплачена за его работой консультации в часть о чем я ни капли не жалею то есть обладать такой информации гораздо лучше чем ей не обладать это . жаление услуги специалистов стоят дорого но мы и сами бесплатно не работаем факт хорошо на этом предлагаю закончить нашу основную часть саш спасибо тебе большое за то что согласилась поучаствовать спасибо есть еще у нас вопрос болтанием про медицину сталкивалась ли ты уже с медициной в сербии нет но врачам здесь платят хорошо поэтому готовьтесь к тому что платная медицина тоже дорогая как ты дорогая это значит хорошая потому что вопрос звучит примерно так едут ли лечиться в сербию на каком уровне то медицина лечиться в сербию едут из-за из германии например на каком она уровне я не знаю наверное раз еду значит уровень у бы обычно лечит вот именно в ниш едут есть международный аэропорт имени константина великого здесь потому что в городе ниш родился константин великий знали еще кто это это и равна апостоле константин а да жена и жена его елена извините на сегодня наше мероприятие практически закончена саш еще раз тебе огромнейшее спасибо приходи роста твоему каналу обязательно продвижение твоим идеям обязательно того чтобы в сербии ты выполнил все что хотел здоровья и получай семья спасибо экспериментируем дальше еще громадное тебе спасибо за то что у тебя такой хороший микрофон такой хороший интернет у этого нашего турецкого в основном он в основном он беспроблемный эта запись мероприятия которые вы сейчас смотрите а те кто нас слушают они уже все что хотели ослушали делается при помощи и усилиями они в я клуба поэтому обязательно подписывайтесь на все наши соцсети обязательно следите за обновлениями в блоге обязательно следите за каналом в дискорде анонсы там мы анонсируем буквально каждую неделю новый контент либо новые онлайн мероприятия спасибо тем кто нас слушал в онлайне хоть нас было сегодня не особо много но без вас нам было бы очень грустно и спасибо за ваши вопросы те кто смотрят нас сейчас в записи не стесняйтесь присоединяться к онлайну тут круто тут лампово и тут на самом деле можно просто слушать и задавать вопросы все ссылки на наши дискорды наши соцсети вы найдете в описании к этому ролику а также вы найдете их на канале о сервере в дискорде я был да и витя тоже тут у нас с нами подожди а мы же забыли еще призвать заходить на наш новый сайт который только-только недавно открылся да 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 на котором уже почти русский язык появился кстати да точно точно заходите конечно же на наш сайт aw.club там есть куча всяческих возможностей начиная от интересных статей заканчивая получением халявных лицензий на образование в линкедене то что я больше всего люблю ведь а что ты больше всего любишь на нашем сайте мне больше нравится на нашем сайте конечно расстраниться комьюнити который рассказ про замечательный дискорд но периодически еще почитываю блог много интересных статей заходите и вы хорошо все на этом точно все с вами был алексей картынник и виктор шленченко до новых встреч пока пока а